Чисто случайно на аукционе выиграл вот такую монетку времен королевы Виктории. Это 1890 год. 5 крон это примерно 5 шиллингам оравнялось. Прелесть монетка из серебра. И поскольку на монете изображена королева Виктория, то хотелось бы вспомнить какие-то факты, что ли. Вот с именем последней представительницы Годноверской династии на троне Великобритании связано немало интересного. Вот, например, будучи королевой Англии, Виктория так и не научилась чисто говорить по-английски. Ее мама была дочерью германского герцога, и поэтому дома всегда звучала немецкая речь. Соответственно, Виктория в совершенстве узнала немецкий, но не английский. Она была многодетной матерью, у нее было 9 детей. Виктория, Альберт, Эдуард, Алиса, Альфред, Елена, Луиза, Артур, Леопольд и Беатриса, а также 34 внука. Но королева на дух не переносила маленьких детей, она всегда близгливо относилась к младенцам, но старших детей любила. Об этом свидетельствует тот факт, что когда старшая дочь Виктория вышла замуж и уехала из дома, мать написала ей 8 тысяч писем. На троне британская королева была в течение 63 лет. Надо сказать, что это рекордный срок был для того времени. День ее рождения в Канаде до сих пор считается национальным праздником. В народе Викторию прозвали вдовой, и действительно 40 лет своей жизни она прожила вдовой. После того, как умер ее супруг Альберт Саксон Кобургоцкий, королева постоянно носила черное платье. Из-за большого количества отпрысков Викторию также называли бабушкой Европы. Ее потомки Виндзеры, короли Великой Британии, а также Гаган Солерны, кайзеры Вильгелем II, ее внук, испанские Бурбоны и Романовы, жена Николая II, императриса Александра Федоровна, внучка Виктории, цесаревич Алексей Николаевич, правнук Виктории. О британской королеве рассказывают интересную историю. Случай произошел в XIX веке, когда Виктория посетила дипломатический прием в Лондоне. Вот ее гостем был африканский вождь. И вот когда на стол каждому подали пиалу с водой для омовения рук, вождь растерялся, не зная, что делать, он стал пить принесенную воду. Ну и королева нашла выход из ситуации, которая не позволила скомпрометировать гостя. Она просто последовала его примеру. Ну и за ней все придворные, соответственно. Виктория спасла от полного исчезновения, также камень опал. Если в древности считали, что этот камень обладает магическими свойствами, то в XIX веке от него едва не отказались из-за суеверий. Старинные семейные драгоценности из опала стали выбрасывать как ненужные вещи. И если бы не английская королева, камень был бы незаслуженно забыт. Однако в британской колонии Австралии как раз началась разработка крупнейших в мире местонарождений опала. Для продвижения камней на рынке нужна была его реклама, как бы сказали сейчас. И Виктория стала носить украшения из опала. В итоге она смогла победить суеверные настроения в обществе. Опала стали ценить наравне с бриллиантами. Также королева Виктория лично открыла Холмбрандский виадук. Его построили в Англии в 1863-69 годах. В честь королевы назвали водопад. Расположен на реке Замбези в Южной Африке. Дело было так. Первым водопад увидел европейский исследователь и первооткрыватель Дэвид Левинсон. Он побывал на водопаде в 1855-м. Легенда гласит, что Левинсон произнес, «Никто не может сравнить красоту с чем-либо увиденным в Англии. Это никогда прежде не видели глаза европейцев. На места столь прекрасные, должно быть, смотрели ангелы в полете». Водопад назвали Виктория. Однокоренное население до сих пор называет водопад по-старому, «Гремящий дым». Кстати, этот водопад единственный в мире высотой более 100 метров и более километра шириной. Что ж. Вот такие у нас на сегодня интересные факты. Продолжение следует...